Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите видеоканал Первый Видео Авторынок. В нашем сегодняшнем обзоре довольно редкий автомобиль. Вернее, не так, он не мейнстримный. Этих машин завозилось в принципе достаточное количество, но какой-то сверхбешеной популярности они в свое время не снискали. Во многом благодаря оригинальной форме кузова, а во многом благодаря тому, что народ предпочитал более привычные силуэты. В нашем сегодняшнем обзоре мы посмотрим на эту машину внутри и снаружи, поговорим немножко о технике и, конечно, посмотрим автомобиль на подъемнике. Встречайте, Nissan Coupe, второе поколение, кузов Z11. Второе поколение Nissan Coupe в кузове Z11 появилось в 2002 году. Эта машина была сделана на агрегатах марча и продержалась в выпуске до 2008 года, когда ее сменила уже следующая третья генерация. Рестайлинг этот автомобиль проходил дважды в 2005 и в 2007 годах. В ходе этого рестайлинга обновили внешность, а также добавили еще один двигатель. Первые дорестовые кубики сходили с конвейера с одним-единственным вариантом силовой установки. Бензиновом 1.4 литра на 97 или 98 лошадиных сил. На автомобилях с первым рестайлингом появилась полторашка, более мощная на 111 лошадей. Моторы 1.4 агрегатировались здесь с автоматическими коробками передач на 4 ступени. Правда, на самом первом дорестайлинге с мотором 1.4 мог сочетаться и вариатор. Ну а на рестайловых машинах вариатор полагался только полторашком. Для версии с 1.4 была предусмотрена также комплектация с полным приводом, где задняя ось подключалась в работу при помощи отдельного электромотора. Наш сегодняшний экземпляр 2006 года выпуска. Полный привод и обычный автомат. Мотор 1.4. Второй кубик – компактный высокий автомобиль. Длина этой машины небольшая, всего 3 метра 73 сантиметра. Ширина 1,67 метра, а высота 1,64 метра. Колесная база этого хэтчбека, а это именно он, 2 метра 43 сантиметра. Радиус разворота небольшой. Машина очень верткая – 4,4 метра. При этом автомобиль достаточно легкий. Снаряженная масса – 1130 килограмм, а максимально разрешенная полная – 1405. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то поскольку эта машина относится к классу бюджетных автомобилей от японского автопроизводителя, то и слой окраса здесь абсолютно стандартный для всех японцев с правым рулем в данном сегменте. И вряд ли превысит где-то 100-105 микрон для родной краски. Ну а нижняя граница где-то на отметке 80. Ну а что касается стойкости кузова коррозии, то это все-таки Nissan, причем достаточно возрастной, самый молодой экземпляр 2008 года. Так что при осмотре подобного понравившегося автомобиля обязательно поднимите машину на подъемнике и внимательно изучите, что происходит в районе порогов и заднего бампера. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. Доступ куда на кубики второго поколения нам открывает распашная вбок огромная по площади дверь. Nissan Coupe это компактный хэтчбек и соответственно багажник у него тоже не самый, скажем так, огромный. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с его линейными размерами. Если говорить про ширину проема в его нижней части, то это 111 сантиметров. Высота багажника от фальшпола до панели потолка где-то 94. Длина по полу до спинок задних сидений 58 сантиметров. А ширина багажника по полу ровно метр. Если этого вам мало и груз габаритный, вы можете сложить спинки заднего сидения. В этом случае длина, на которую вы можете рассчитывать, до спинки переднего сидения где-то порядка 130 сантиметров. 130-132. Если же вам надо увезти какой-то сверхдлинный груз, который вы просунете между передними креслами, то до передней панели будет где-то около 2 метров 10 сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику Nissan Coupe, то с правой стороны наверху мы видим крючок, видимо для одежды, вряд ли сюда кому-то придет в голову вешать пакеты. Также здесь есть петли для крепления сетки и дополнительные три крючка. В нашем случае с багажником что-то делалось. Это явно не штатные перегородки, обрянутые тканью, но и на полу у нас лежит запасное колесо, которое в данном случае находится сбоку, ну а справа от него мы можем под фальшполом что-нибудь складировать. Что касается салона, второго кубика преемственно с Nissan March, здесь прослеживается в первую очередь в позаимствованной оттуда комбинации приборов. Но в целом по пространству в салоне вопросов нет. Внешне компактный автомобиль благодаря своей квадратной форме дает очень большое пространство внутри. Здесь огромная высота потолка, расстояние до головы, здесь очень далеко находящееся от вас практически под прямым углом лобовое стекло, и даже в локтях никакого чувства стеснения. Отчасти на это работает и сплошной передний диван, обе половинки которого могут естественно регулироваться по длине и наклону по отдельности. Что касается удобства посадки за рулем и пространства, при моем росте 1,86 м, в целом я подобрал нормальную приемлемую для себя посадку за рулем. При этом сиденье сдвинуто сейчас до упора назад. Рулевая колонка имеет регулировку, правда, только по углу наклона. По вылету она не регулируется. Интересно, что вместе с ней перемещается и селектор коробки передач. Кнопка разблокировки которого при выключенном двигателе вынесена отдельно на рулевую колонку. Очень непривычное решение. Подрулевые переключатели в данном случае расположены ровно там, где и должны быть. Блок клавиш стеклоподъемников абсолютно привычный, расположен также в привычном месте. Под правой рукой у водителя и пассажира есть подлокотник на дверной карте, правда он пластмассовый и жесткий. Кстати, жесткая здесь и центральная вставка. Если боковые части сидения легко продавливаются пальцем и в целом сидеть комфортно, то вот на центральной части будет не столь уютно, если вообще в принципе кому-то придет в голову везти здесь третьего человека. Зато центральная часть переднего дивана раскладывается в удобный подлокотник, где есть небольшой бокс для хранения разного рода мелочевки. Что касается бардачков, здесь есть маленький дополнительный бардачок сверху, маленький настолько, что поместить сюда документы формата А4 можно будет, даже не сложив их вдвое, а только свернув в рулон. Нижний бардачок побольше, он довольно глубокий, и вот сюда уже вы можете разместить даже что-то более или менее габаритное. Плюс есть полочка. Так что с местами для хранения в этом кубике все в порядке. Также к услугам водителя и пассажиров выдвижная пепельница. Ну а с блоком управления климатом, который в данной комплектации представляет собой обычную печку, в целом все абсолютно понятно. Удобные крутилки с приятным усилием поворачиваются, и можно управлять всем этим делом, не отвлекаясь от дороги. По части обзорности к этому автомобилю претензий нет в том, что касается обзорности по бокам и вперед. Даже капот на этом автомобиле, кстати, короткий капот, прекрасно виден в плане внешних габаритов. А вот боковые зеркала по моде начала 2000-х годов по площади очень небольшие. Никаких дополнительных искривлений на зеркале, позволяющих контролировать мертвые зоны, в данном случае нет. Так что к ним придется попривыкнуть. Как нет в данном случае и камеры заднего вида. Хотя, в принципе, парковка на этом автомобиле задним ходом, благодаря короткому заднему свесу и небольшим габаритам, не должна представлять проблем. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается пространства на втором ряду Nissan Coupe 2-й генерации, и места над головой здесь по-прежнему очень много, хотя заднее сидение стоит значительно выше передних, если говорить про высоту подушки. Задний диван, кстати, здесь регулируется, но сдвинуть его можно в данном случае только вперед, что уже значительно уменьшит место для колен. При росте 1,86 м, садясь сам за собой, при максимально отодвинутом назад заднем диване, я едва касаюсь коленями спинки переднего сидения, но это не вызывает в данном случае дискомфорта. Под правой рукой у пассажиров есть подлокотник, правда, очень узенький и пластмассовый жесткий. Ну а с левой стороны центральная часть сидения может быть сложена, и тогда вы получите два подстаканника и упор под левый локоть. Также у задних пассажиров есть возможность регулировать спинку заднего сидения по наклону. Делается это при помощи маленьких рычажков, которые надо еще найти и нащупать. Но вот положений этой самой регулировки здесь несколько, вплоть до практически лежачего. Выглядит это примерно так, что вкупе с откинутым подлокотником позволяет вам чувствовать себя на втором ряду Nissan Coupe уже очень вольготно. И да, в дальнюю дорогу на этом заднем сидении отправляться можно. Что касается двигателей под капотом второго кубика, на самых первых дорестайлинговых машинах выбора у покупателя не было вовсе. Под капотом таких автомобилей стоял безальтернативно мотор объемом 1,4 литра, который выдавал 97 или 98 лошадиных сил. Его индекс CR14DE. Это очень старый двигатель, здесь алюминиевый блок цилиндров, 4 в ряд, 2 верхних распредвала, есть фазовращатель на впуске, самый обычный распределенный впрыск топлива, цепной привод ГРМ и нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Этот же двигатель можно обнаружить и под капотом таких машин, как Nissan March. Мотор, кстати говоря, крайне распространенный. Ставился он просто на огромное количество моделей и до сих пор, в принципе, доступен для покупки на вторичном рынке по вполне вменяемым ценам. Собственно, если говорить про слабые стороны этого двигателя, то среди прочего по данным движкам можно было отметить единичные случаи зависания клапанов на моторах самых ранних серий и относительно небольшой ресурс цепи ГРМ, которая выхаживает где-то за 150 тысяч километров пробега, а потом может уже демонстрировать признаки растяжения, что, естественно, приведет к ее последующей замене. Также, если вы смотрите машину с пробегом сильно за 200, будьте готовы к тому, что эти двигатели могут подъедать масло. Причем, как правило, капиталкой данных моторов никто не заморачивается, ну или не заморачивался, предпочитая менять их на контракт. Единственная специфичная, пожалуй, именно для CR14DE проблема – это быстро загрязняющиеся форсунки, которые периодически требуют чистки. Лучше, если вы будете проводить эту процедуру где-то раз в 60 тысяч километров пробега. Во всяком случае, если вы заметили на автомобиле симптомы наподобие сложного запуска по утрам или плавающих оборотов, попробуйте почистить топливную систему. Как правило, это помогает. Бензин в эти двигатели лучше заправлять 95-й, хотя на короткий период возможно использование 92-го. В целом, старый по конструкции мотор это допускает. Масло заливается сюда немного – 3,6 литра, ну а заводская вязкость 0,20. Понятно, что большая часть таких автомобилей уже давно переведена на вязкость 5,30. Интервал замены масла – где-то около 8 тысяч километров пробега. Более мощный вариант на рестайлах – полуторалитровый HR-15DE. Это алюминиевая рядная четверка, два верхних распредвала с возвращателями, цепным ГРМом и также без гидрокомпенсаторов с обычным распределенным впрыском. Мотор этот очень хорошо знаком большинству из вас по автомобилям Nissan Tida и Nissan Note для японского рынка, то есть праворульной спецификации. И сам по себе движок очень даже неплохой, способный выходить далеко за 250-300 тысяч километров пробега. Как водится, на возрастных автомобилях смотрим на масложор, обязательно разгазовываем и смотрим на наличие масляного дыма. Но это как минимум. Гидрокомпенсаторов нет, и кому-то из владельцев приходилось сталкиваться с процедурой регулировки, которая здесь осуществляется при помощи подбора толкателей. Но в целом, повторимся, мотор не особо проблемный. В основной массе проблема доставляет либо навесное оборудование, например, ремень и его ролики, а либо индивидуальные катушки зажигания, которые время от времени могут потребовать и замены. Что касается коробок передач, то вот вариаторная трансмиссия, которая ставилась на эти автомобили в первые годы их выпуска и агрегатировалась либо с мотором 1.4, либо с полторашкой на рестайлинге, но сугубо с передним приводом, требует внимательного отношения при покупке. Покупайте такой автомобиль только после диагностики на профильном коробочном сервисе. Хотя именно с вариатором Nissan Cube демонстрирует наилучшие показатели топливной экономичности. Старинная же четырехступенчатая автоматическая КПП RE4F03A, которая уходит корнями аж в 1989 год, вообще зарекомендовала себя как практически неубиваемая трансмиссия. Эти коробки требуют замены рабочей жидкости где-то раз в 70 тысяч километров. И по большому счету именно грязное масло не способствует выходу этой трансмиссии из строя. Когда сначала поочередно сдаются соленоиды в гидроблоке, забиваются каналы, ну а впоследствии уже это тянет за собой и выход из строя самой механической части КПП. Так что при осмотре подобной машины с автоматом, если коробка не дергает, не пинает и вообще ведет себя адекватно, поменяйте масло и будьте уверены, что данная трансмиссия пробежит 300+. Ну а перед тем, как заглянуть на второй кубик снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для данной модели 145 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли оно действительности. Низшая точка у этого автомобиля находится под защитой моторного отсека и до нее от асфальта 160 миллиметров. До края переднего бампера 190. До поддомкратника за передним колесом 170. Ну а до порога в задней части целых 210 миллиметров. Край заднего бампера находится от поверхности земли на расстоянии около 260 миллиметров. Ниже этой отметки, причем значительно ниже, свисает банка глушителя, подвешенная поперек. Так что при парковке к очень высокому препятствию, средней частью машины вполне реально воткнуться в первую очередь глушителем, а не пластиком. Будьте внимательны при парковке. Правда, практически отсутствующий задний свес делает геометрическую проходимость этого автомобиля очень даже неплохой. Что касается конструктива ходовой части этого кубика, здесь в целом все традиционно для компактных автомобилей этого класса. Передняя подвеска типа Макферса, ну а задняя зависимая. Что касается конкретного исполнения на этой модели, то нижние шаровые опоры в данном случае у нас в рычаге запрессованы. По задумке производителя, конечно же, должны были меняться сугубо в сборе. Но, как водится, дубликатные запчасти и пресс здесь хорошая помощь. Стабилизатор поперечной устойчивости установлен на подрамнике. И доступ к его креплениям для замены втулок, скажем так, не слишком удобный. По ниссановской традиции подрамник удобнее всего демонтировать и частично опустить. Что касается рулевой рейки, здесь она уже электрическая. На машине установлен эур и, соответственно, никаких шлангов гидравлических и подтеков по ним тут уже нет и быть не может. Это серьезный плюс. Что касается антикоррозийной обработки с завода, то машина, как водится на большинстве автомобилей для японского рынка, обработана антикором сугубо в некоторых местах. Правда, здесь, если говорить про зону порогов антикором, все задуто достаточно широко. На большинстве моделей ограничиваются лишь узкой полоской вдоль самого порога. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, чей объем 41 литр и который выполнен из пластика. Соответственно, ржаветь и гнить он не будет, как, собственно говоря, и горловина. Что касается задней подвески, тут все крайне примитивно. Обычная балка, два сайленблока балки, амортизаторы пружины стоят раздельно. Ну а поскольку этот экземпляр у нас полноприводный, то в задней части мы видим еще и задний редуктор с приводом от своего отдельного электромотора. Именно таким образом реализовывалась система E4WD, которую компания Nissan использовала в том числе и на компактных автомобилях типа Nissan March. И продолжает использовать по сей день на таких автомобилях, как Nissan Note в кузове E12, в том числе и на полноприводных E-Power. Ну а что касается тормозной системы, то передние тормоза в данном случае дисковые, а сзади обычные барабаны. Что опять же традиционно для компактных автомобилей данного сегмента. Таким мы увидели сегодня Nissan Coupe второго поколения в кузове Z11. Надеемся, после просмотра этого короткого обзора у вас возникло общее представление о том, что такое этот автомобиль. Если у вас был или есть подобный вариант, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, а вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если обзор вам понравился. А также указывать в комментариях, какие модели вы хотели бы в дальнейшем видеть на нашем подъемнике. Ну а мы постараемся их для вас раздобыть и отснять. Спасибо, что смотрели и до новых встреч на канале. Пока!